так друзья короче пацаны сейчас он снял такой stories на youtube про смазку цепи вот если кому интересно скоро выйдет видео то обязательно посмотрите ребят смазка с цепи короче смотрите есть смазка цепи матюль хорошие да всеми хваленая но она стоит 1000 рублей вот как бы вот флакончик и ее очень часто подделывают то что можно рубасик отдать и попасть на вообще на очень некачественную с некачественную смазку а я купил сейчас ребята смазку короче лавр вот за 200 230 рублей что ли блин или 270 нет 230 рублей пацаны 230 1 за смазку и ребята сколько я сейчас жарю 270 блин вот зарубился я надо же нисколько не разлетелась представляете даже на хвосте нисколько не разлетелась ни следа ни капельки от этой смазки нет и если вы ее потрогайте руками а вот так вот то она просто такая гладкая блин как будто вы вот блин как будто вы трогаете на полированный автомобиль свежий на полированный автомобиль такая гладкая прям ну просто пипец как будто вот полироль супер-пупер полироль вот и цепь такая же прям вообще у мотоцикла такой накат блин хороший появился шумы от цепи просто исчезли вообще блин это вообще ну реально блин классно итак друзья вот это самая смазка про которую я вам сейчас ехал и рассказывал это смазка лавр продается она в магазинах для мототехники также для велотехники она стоит порядка 230 270 рублей а матюль стоит у нас 1000 рублей за такой же пакончик ну там чуть побольше да вот наносится она как и обычная смазка и обычная другая в принципе любая в аэрозоле да но у нее есть такая особенность то что когда она попадает на пальцы и маленечко подсыхает то руки становятся просто вообще очень скользкий очень скользкий вы просто не представляете пальцы становятся очень скользкий даже вот телефоны тыкаешь по сенсорному экрану это просто пипец прям скользит вообще жесть и образуются капли я старался брызгать чтобы эти капли упали они не падают так как они высыхают она высыхает это смазка и на нее не налипает пыль проехал я порядка 120 километров ни одной пылинки эффект просто шикарный советую всем компания лавр короче производит ее нормальника такая теперь буду ребята ее всегда покупать она беленькая вот она не смывается но не знаю в дождь не ездил но блин то что она высыхает это однозначно она высыхает и не и не налипает на нее пыль это вот прям проверено прям сегодня вот прям проверено то что на нее не налипает пыль вот и она супер скользкая вы просто не представляете какая она скользкая это смазка вы бы знали прям реально она очень скользкая это просто прям вообще что-то с чем-то Вот такая смазочка, пацаны. Олег тоже купил мотоцикл. Здорово, Олег. Как делишки-то? Как ты так улетел-то? Я не понял. А ты как улетел, Сань? Я, короче, газу дал, переборщил и все. И ты так же? Ну ты хоть со здоровьем, ты что? У тебя все нормально? Я плечо-то повыбил вообще. Только выбил, без переломов, без ничего? Да, вообще-то. Ни хера себе, ну и тебе вообще прям повезло. Ты еще как гематому, бля. Ну не расцарапал? Нет, просто отбил. Ага. В экипировке? Да, в куртке. Ну нормально, вообще прям. Жестко ты. Жестко вообще, бля. Ну что, друзья, едем, короче, к парнишке, к Олегу. Вот, познакомились с ним. Еще, блин, в начале лета, да, он тоже купил себе мотоцикл. Вот, Yamaha R6. R6 Yamaha. Сейчас посмотрим. Едем, короче, в гараж к нему. Посмотрим. И буквально неделю назад он улетел, короче, на мотике. Недалеко, где я улетел. Вообще, жесть. Говорит, там повреждения. Но сам живой, как бы. Только небольшие гематомы. Вывих плеча и, короче, так вот, на бедре-то тоже гематома. Но он ничего не поцарапался, не подтерся, а просто, короче, от удара. Все. Ну это очень повезло. Прям вообще прям повезло. Просто реально. Классно. Когда так везет. Это вообще прям, ну, везение очень хорошее. Но все равно, друзья, надо быть аккуратным. Аккуратным. На улице уже вечереет. Я сегодня катаюсь, друзья. Потому что, потому что, потому что надо и маленечко покататься тоже. Как бы расслабляться. Вот, маленечко отдыхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА